Это программа День с толком в студии Ирина Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Вместо 5000 больше миллиона рублей житель Алтайского края стал заложником утиль сбора на автомобиль. Скандал не утихает. Тощие, недоразвитые. В каком состоянии на самом деле находятся лошади с канифермы Аграрного университета? Долгая подготовка тысяча спортсменов со всех уголков страны. Как в Барнауле стартовало первенство России под зюдо. На этой неделе на трассе Барнаул-Новосибирск, а именно в районе Затосибирский, произошла авария. Фура ушла в кювет. Как утверждали очевидцы, в фуре находился трамвайный вагон. Об этой истории мы рассказывали. Пользователи соцсетей предположили, что это и есть один из белорусских трамваев, который ожидает Барнаул. Мы отправили запрос в Министерство транспорта Алтайского края. Ведомстве подтвердили информацию. На сегодняшний день в Барнаул приехали все обещанные трамвайные вагоны. Но вот как раз при доставке последнего, десятого вагона, произошла авария. Специалисты оценили состояние вагона. Есть небольшие повреждения по кузову, но технический трамвай готов к эксплуатации. Переходим к другой теме. Придется заплатить в сотни раз больше. Проблемы из-за утилизационного сбора на автомобили, ввезенные из стран Единого таможенного союза, набирают обороты. К нам в редакцию обратился один из жителей Алтайского края, который изначально должен был заплатить утилизбор около пяти тысяч рублей. Однако вскоре эта цифра выросла почти до миллиона трехсот тысяч. Почему так вышло? Пытался разобраться Данил Кузнецов. Эту слегка битую Мазду житель Каменского района Антон купил в Киргизии и ввез в Россию в середине октября. Планировал сделать косметический ремонт и использовать для себя. Однако утилизационный сбор нарушил все планы. На тот момент он составлял пять тысяч двести рублей, но только после того, как мы узнали новости и узнали сумму, сколько будет стоить этот утилизбор, мы немножечко удивились. Миллион двести семьдесят теперь просит таможни за этот автомобиль при его стоимости два триста. И у нас недопонимание, стоит ли нам дальше восстанавливать автомобиль и эксплуатировать его, либо он так и останется для нас памятью. С подобной ситуацией столкнулись автолюбители по всей стране после введения неожиданных поправок в закон об утилизборе. Поэтому многие привезенные машины встали мертвым грузом. Когда мы попали в эту ситуацию, начали искать людей, которые также и оказались в этой сложной ситуации. Узнали о том, что еще на этот утилизбор ежедневно капает пеня. Сумма разница, то есть мы не считали, но говорят, что от 700 до 1000 рублей каждый день. Проблемы появились из-за новых критериев определения машин для личного пользования. Как нам объяснили на таможне, если авто был ввезен физическим лицом в единичном экземпляре по пассажирской таможенной декларации и все было уплачено, то машина подходит под категорию некоммерческого применения. И если транспортное средство доставлено организации и задокументировано по декларации на товары, то ставка будет уже как для юридических лиц. Автомобиль Антона был растаможен через декларацию о товарах. Такую форму используют, если транспортное средство закупают для коммерческих целей. Поэтому сумма утилизбора для нашего героя оказалась столь высока. Людей, которые купили машины до постановления, но не успели оформить, по всей стране сотни, а то и тысячи. Поэтому даже депутаты Госдумы просят отсрочить исполнение постановления до конца года. Такое уже случалось в автомобильном мире. Года два назад, по-моему, или год было назад, когда у нас вводили мораторий на изменение пошлин по ввозу транспортных средств с Японии во Владивосток для жителей ДФО, Дальневосточного округа. Как раз я сам лично находился в то время во Владивостоке и тоже узнавал. И там действительно ее продлили. Будут ли хоть какие-то отсрочки на этот раз, пока неизвестно. Однако наверняка понятно, что пока что лучше присмотреть автомобили на внутреннем рынке. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. Сотрудники закрывшейся канифермы аграрного вуза, откуда со скандалом перевезли лошадей на Барнаульский подром, считают, что их оговаривают, обвиняя в плохом содержании лошадей. Федерация современного пятиборья и конного спорта уверена, что делается это намеренно. Для того, чтобы сбить цену на животных, которых намерен продать университет. Подробности истории, которая гремит уже целую неделю, расскажем далее. В 8 утра приехали с администрации аграрного университета и охрана. Сообщили о том, что здесь лошадей больше не будет. Со слезами на глазах сотрудники канифермы аграрного вуза провожали своих постояльцев неделю назад. Лошадей тогда вывезли, несмотря на явный протест родителей юных спортсменов и тренеров Федерации современного пятиборья и конного спорта. Забежали в конюшню, начали кричать, быстро отсюда вышли, конюха начали выгонять. Он занимался, кормил лошадей, все, выходи отсюда. 32 лошади увезли на ипподром. В аграрном университете, на балансе которого каниферма была 37 лет и стала в итоге убыточной, заверили. Животные получат должный уход. На неделе сотрудники ипподрома рассказали, что каждой лошади создали достойные условия, учитывая, что многие, особенно юные жеребята, достались им буквально заморышами, тощие, недоразвитые. Но с такой оценкой физического состояния животных в корне не согласны сотрудники канифермы. Мы сейчас были там только что, и подстилка там абсолютно такая же, как у нас. По поводу того, что там какое-то у них идеальное содержание, ну нет, точно такое же, как было у нас. Никаких там суперусловий нет. То есть это все специально для занижения качества этих лошадей, для того, чтобы, возможно, их выкупить дешево в дальнейшем и продавать. Общественники подчеркивают, они готовы были выкупить своих подопечных. С июля просили ректора назвать конкретную сумму. Но ее руководство вуза так и не обозначило. И сегодня любимых животных, говорит Наталья, приходится навещать в чужих стенах. Лошадок приехали покормить. Смотрим, какие тут ручьи, санья текут ручьем. Ни тебе охраны, ни тебе ни одной камеры. Зашли, никто нас не остановил. Вот тебе, пожалуйста, уход, шестиразовое питание, безопасность, тепло. Сотрудники ипподрома рассказали, что около 14 кобыл, пригодных для спорта, здесь планируют оставить себе для организации детской секции. Остальные, старушки и молодняк, непригодны. Аграрный будет продавать их, но цену и условия сделки, как и судьбу непригодных, на ипподроме, по данным толка, не комментируют. Елена Макаренко, День с толком. К другой теме. В Крае будут судить поставщика поддельных препаратов для онкобольных. Завершено расследование уголовного дела о сбытии недоброкачественных лекарств и мошенничестве. В региональном следственном комитете сообщили, что речь идет о компании Allweed Farm. С ней Краевой Минздрав и онкодиспансер в 2020 году заключили договоры на поставку двух дорогостоящих препаратов для лечения онкозаболеваний. Руководители фирмы-поставщика вступили в преступные сговоры и под видом оригинальных лекарств привезли некачественные с недостоверными сертификатами. Отметим, препараты для онкобольных относятся к категории жизненно необходимых. Их закупают за счет бюджета. Стоимость контрактов составила больше 30 миллионов рублей, сообщает прокуратура региона. Жители Алтайского края начали активно обращаться в Роспотребнадзор по вопросам защиты прав потребителей при покупке меховых изделий. Напомним, что в региональном управлении стартовала горячая линия по вопросам возврата меховых дубленок. С начала ноября в общественную приемную и на горячую линию Роспотребнадзора обратилось 7 человек. Покупатели жаловались на меховые изделия плохого качества, а также на шубы, не подошедшие по размерам. Прежде всего, их интересовал вопрос возврата денежных средств за дорогостоящие покупки. Специалисты управления дали разъяснение, а также помогли составить претензию в адрес продавцов меховых изделий. Отметим, на горячую линию Роспотребнадзора может обратиться любой покупатель. Звонки принимают в будни с понедельника по пятницу. Телефон горячей линии вы видите на своих экранах. Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья вновь обрели дом. Напомню, ранее из-за магистральной трубы, проходившей в подвале, они были вынуждены покинуть старое место. Сейчас администрация города подыскала атлетам место на территории бывшего садика. Теперь у них есть около 400 квадратных метров для обустройства клуба. Какие новые зоны добавят и кто вскоре присоединится к устоявшемуся составу спортсменов, расскажем далее. Действительно, когда-то этот объект на профинтерна 37 вмещал несколько ясельных групп детского сада номер 92. Воспитанников перевели в основное здание, а это оставили для социальной сферы. Даже успели найти хозяев, которые займут половину первого этажа. Ими стали спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. В этом году они были вынуждены покинуть помещение на Диповской 18. Из-за того, что через подвал проходила магистральная труба отопления. Было совещание, в течение недели нам предложили вот это помещение. То есть, когда я пришел сюда, это такая разница, как небо и земля. Здесь свежий воздух, свет. То есть, я очень благодарен. От всех ребят клуба большое спасибо нашему мэру. Раньше занятие посещало 83 человека. Председатель клуба Игорь Кузнецов считает, что скоро это число увеличится. Ведь к ветеранам добавятся новички-слэш-хоккеисты. А их инвентарь, возможно, будет храниться на складе, который здесь скоро оборудуют. Также на эти 400 квадратных метров добавят тренажеры, кардиозону и уголок с настольными играми. Найдем механизмы финансирования этого клуба. Текущую деятельность, спасибо правительству Алтайского края, они закрывают. У них есть смета, порядка полутора миллионов рублей. Игорь Валерьевич говорил о том, что выделяется. Может быть, и тут будет увеличение. Сейчас клубу осталось заключить договор аренды. Он, кстати, будет бесплатный. С ремонтом администрация также поможет. Не зря же эти спортсмены завоевывали медали на Паралимпийских играх в Лондоне и Пекине. Данил Кузнецов. День с толком. За торговым центром Европы начали прокладывать тропу здоровья. Под спортивные занятия приспособит и овраг, который долгое время был местом для свалки мусора. Ковш трактора уже прошелся по этому пустырю. Здесь уже не только наметили, где расположится тропа здоровья для подвижного отдыха, но и замерили протяженность маршрута – 1200 метров. Трасса разработана без вреда природному ландшафту. Потрудились архитекторы. Кататься на лыжах и коньках смогут как профессионалы, так и любители. А вот чтобы спуск в овраг не был травмоопасным, предусмотрели пологий скат. Я бы хотела, наверное, если честно, чтобы отсюда можно было какой-нибудь спуск сделать, чтобы можно было бы скатиться. Но даже на том же маленьком сноутборде. Что, знаете, как обучали маленьких детей кататься на сноутборде. Да, здесь можно сделать тропинку, по которой можно ходить бабушкам с палочками, более уже опытным. Также отсюда же можно было бы скатываться. Работы продолжатся, когда установится плотный снежный покров. Тогда территория превратится в благоустроенную лыжню. И к новостям спорта. В Барнауле стартовало первенство в России подзюдот до 18 лет. Сильнейшие спортсмены с самого утра выясняют отношения на татаме. За четыре дня с 9 по 12 ноября будут разыграны медали в 17 весовых категориях. Как проходила церемония открытия и есть ли медали у алтайских ребят, расскажет Дмитрий Дроздов. Япон, Симпай и Хадзюмен. Если вы до сих пор не знаете значения этих слов, то вам нужно срочно идти в Титов-арену. И нет, не на хоккей. На четыре дня Барнаул стал настоящей столицей дзюдо. С самого утра и до позднего вечера на четырех татами. Тысячи спортсменов со всех уголков страны будут выяснять, кто же из них лучший дзюдоист в России. И у алтайских ребят есть небольшой козырь в рукаве. Родные стены. Каждое мероприятие, особенно такого уровня, когда на кону стоит сборная России, это важно. И, знаете, есть такая поговорка «Дома стены помогает». И я думаю, вы заметили, как переживает, как болеет за Олега. И я думаю, что это очень важно, домашняя поддержка, чтобы спортсмен, так скажем так, находил дополнительные силы в нужный момент и побеждал. Это кадры из фоединка алтайского дзюдоиста Олега Чеплякова. Он выиграл полуфинальную схватку, но позже уступил в финале спортсмену из Краснодара. Это первая медаль для нашего региона. И хоть дзюдоист там до 18 лет, но, как говорят именитые спортсмены, это первенство России. Старт в большой взрослый спорт. Это на самом деле только первая ступень их. Ну, я имею в виду ребята-девчат, кто мечтает или хочет добиться каких-то высоких медалей, подиумов, результатов. Но интересно другое. Интересно наблюдать за этой трансформацией, когда зачастую неуклюжие ребята-девчата, скажем так, меняются и превращаются в матерых чемпионов. После яркой и красочной церемонии открытия, где гостям рассказали, что из себя представляет Алтай и местное дзюдо, поединки продолжились. Ежедневно всех любителей этого вида спорта ждут в Читов-арене. А финальный блок турнира состоится в это воскресенье в 18.00. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Дважды исторический день. Сразу два объекта культуры открылись в Заринске после капитального ремонта. Первых гостей встречает музей «Мемориал славы» и детская музыкальная школа номер 2. На торжественном открытии побывали высокопоставленные лица и наша съемочная группа. Подробнее о долгожданном открытии расскажет Валентина Аскерова. Это голографический 3D-комплекс, на который демонстрируем награды Великой Отечественной войны. Потрогать не тянутся? Тянутся. Тянутся. И они прям собираются прям целыми стайками такими. Им очень интересно. Ярко, наглядно и реалистично. Заринский музей «Мемориал славы» начал преображаться еще в прошлом году. В музейном пространстве в рамках нацпроекта «Культура» появились современные технологии. В этом году в рамках того же нацпроекта памятник истории регионального значения капитально отреставрировали. Получили мы 18 миллионов рублей на капитальный ремонт. Ну и соответственно мы проделали очень большую работу. Отремонтировали все внутри. Отремонтировали полы, потолки, электрику. Заменили оборудование на новое по пожарной безопасности, видеонаблюдению. Мы облагородили фасад здания. Музей «Мемориал славы» посвящен нашим землякам, погибшим в Великой Отечественной войне. Фонд музея насчитывает больше трех тысяч экспонатов. Полгода выставочные залы пустовали. И вот сегодня распахнули свои двери. Позвольте вас поздравить с таким значимым событием, открытием «Мемориал славы». То, что мы видим сегодня, это, конечно, благодаря работе и профессионализму и сотрудников музея, и руководству города, и Минкультура. В этот же день торжественно открыли детскую музыкальную школу номер два. В апреле этого года в образовательном учреждении стартовали ремонтные работы. Юные пианисты, баянисты образовательный процесс не прерывали. Музицировали на других площадках. А как только завершился капремонт, вернулись в родные пенаты. Это был непростой объект. Мы очень его ждали, все очень старались. Но, как знаете, судят по результату, результат замечательный. Мы видим новый, красивый, современный, качественный объект. Поэтому огромное спасибо всем, принимавшим участие в этом большом деле. На торжественном открытии побывали и бывшие ученики школы, педагоги, лауреаты международных конкурсов. В школе всегда традиции были высокими. Как мне казалось тогда, я думаю, это сейчас такого же мнения. Традиции, прежде всего, преподавательские и исполнительские. То есть содержание у школы было, на мой взгляд, всегда. Потому что я очень атмосферу запомнил такой бурной, творческой. Мы везде ездили, везде выступали. Теперь к внутреннему содержанию добавилось внешнее. Современные залы – новые инструменты. Все это еще сильнее приобщит малышей к искусству. А если возвращаться к музею славы, то его ежегодно посещают 15 тысяч человек. Но после капитального ремонта цифра однозначно вырастет. В этом никто не сомневается. Валентина Аскерова, Владислав Ковалев. День с толком. Продолжение следует...